Всем большущий привет! Селёга снова с вами. На этот раз новый, самый лютый эксперимент наверное за всю историю канала, потому что даже когда на 0 рублей я стартовал, было не так страшно. Это сегодня. Начинаем месяц на МРОД. Страшное слово МРОД это минимальный размер оплаты труда. Как посчитали там наверху, прожить очень даже можно. Потому что минималка, прожиточный минимум и МРОД это примерно одни и те же цифры. Ладно, пойдёмте завтракать и тогда уже более подробно вам расскажу. Итак, поехали. Месяц на МРОД. Погнали. Сейчас ещё утро. Возьму на завтрак продукты у Насти в долг, а уже потом, когда днём сходим, тогда отдам. Не хочется пропускать завтрак. Итак, вы меня просили, потому что без всяких лайфхаков только сухие цифры. Только... Ну сейчас я расскажу, сколько в нашем регионе на завтрак. Я обычно на завтрак ем бутербродики, но сыр слишком сложно будет. посчитать, сколько я Насте буду должен кусочки отвязать. Поэтому сделаем два куска хлеба. Возьмём. Потом берём... Так, яйца там, кажется, на... Если жить на минималку, там ограниченное количество. В общем, одно яйцо. Сделаю тосты. Ну, и с чаем попьём. Одно яйцо. Вот что я точно запомнил, это яиц... Если на минималку, то это 200 яиц на год. То есть на месяц это ровно два десятка. Надо будет купить в магазине. О, два десятка яиц. А, не два десятка, а 15 примерно штук. Надо купить 15 штук. Так, берём яйцо, чуть посолим вилочкой его. План такой. Покупаем обычные, самые... Ну, не самые прям обычные. Ну, конечно, дешёвые будем покупать продукты. Но, если мясо... Там уже сказано как в минималке. Мясо, молочные продукты. То есть без заменителей будем брать. То есть... Вот самое интересное, знаете, чё, ребят? Как они делали расчёт. Потому что это как будто бы тайна за семи печатями. Я нигде не смог найти. Вот сколько меня человек смотрит... Ребят, есть, может, у кого знакомые. Или, может, кто сам работает в статистике, в Росстате. Как это делается всего? Расчёт МРОД, этой минималки, прожиточного минимума, продуктовой корзины особенно. Потому что всё, что связано с продуктовой корзиной, это вообще СССР там данные. И мне кажется, там ничего никогда это не менялось. Там просто как-то... Ну, какие-то коэффициенты просто придумывают из головы. Берём сковородку. Чуть... Господи, я не туда проснул. Чуть-чуть маслица сюда. Самое интересное, что МРОД рассчитывается не от средней зарплаты, а от медианной зарплаты. То есть, ну, вы знаете, средняя зарплата всегда выше, чем медианная. В общем, нам всегда говорят по телевизору про среднюю зарплату. Хотя... МРОД рассчитывается от медианной. Короче, 40% от медианной зарплаты решили сделать МРОД. На завтрак жарим тосты. Вкуснотища. Ну, и чай у Насти одолжу. Потому что я вчера заварил чай и... В общем, как-нибудь разберёмся потом с заваркой. Там чашкой, ложкой... Вернее, меньше, больше, там чуть-чуть, не важно. В общем, в каждом регионе минималка своя. У нас в Волгограде... Ну, МРОД и прожиточный минимум это примерно одно и то же. Там небольшой процент разницы. Вот. Но прожиточный минимум как раз рассчитывается от потребительской корзины. А в потребительскую корзину, кстати, с недавнего времени, если я не ошибаюсь, даже включена коммуналка, ребят. Представляете, многие возмущались, что почему в прожиточном минимуме коммуналка не учитывают? Теперь можно смело говорить, что можно... А, что-то мне подгорает, масла мало. Да я экономлю. Вот через эту пшиклоку. Пшик-пшик, думаю, попшикаю. Ладно. Сейчас накрою крышкой, чтобы пропарились, хотя бы не жариться. Ничего себе. Чтоб не запутаться, тут, в общем, без переводчика не разберёшься. МРОД для России один. 12-300 подняли в этом году. 2022 год сейчас. 12-300 это МРОД, а уже прожиточный минимум для каждого региона свой рассчитывается. В зависимости от стоимости продуктов и услуг. И, кстати, услуги в прожиточный минимум тоже включены. Представляете, там 5% даже есть на как-то... Господи, слово такое-то там... Товары культурно-бытовые. В общем, можно один раз даже купить в месяц билет, как написано, в кино или театр, ребят. Театр. Ну, театр вряд ли. Наверное, всё-таки в кино какое-нибудь очень дешёвое. В общем, давайте завтракать. Жить будем на прожиточный минимум нашего региона. 10-200. Сколько продуктовая корзина, оттуда тоже непонятно. Но обычно это процентов 50. В зависимости от региона там разные цифры. То есть, жить этот месяц, питаться, то есть, будем на 50% от 10-200. Ну, примерно 5 тысяч. Можно ли прожить на 5 тысяч, питаясь полноценно и разнообразно? А насколько это реально полноценно и разнообразно должно получиться? Потому что, загадка номер два. Как они это посчитали? Сейчас я вам просто зачитаю, сколько нужно купить на эти деньги на месяц. То есть, как рассчитывается продуктовая корзина? На год посчитано там 200 яиц. Ну, я вам сейчас даже скажу. 210 яиц. Молока, молочных продуктов 290 килограмм. Это на год. Молепродукты 18 килограмм. Мясопродукты 58. Сахар. То есть, все, что там сахар содержит. Конфеты, печеньки 23. Фрукты 60 килограмм. Овощи и бахчевые 114. Картошка 100. И хлеб, хлебобулки всякие разные. 126. Прочие. Соль, чай, специи 5 килограмм. Масло 11 килограмм. Растительное. Теперь самое внимание в перерасчете на месяц. Хлеб 9 килограмм. Картошки 8. Овощей 9. Свежих фруктов 5. Сладенького, написано у меня. Сладенького. Почти 2 кило. Молочных 24 килограмма. Молоко. Масло растительного 1 килограмм. Яйца 15 штук. Мясо 5 кило. Рыбы 10. Да ладно, 10 килограмм. Не 10, а 1 килограмм рыбы. Все понятно. Ну, в общем, 5 килограмм мяса надо купить. Сейчас пойдем в магазин. Будем закупаться. Если бы это летом было бы, то понятно. Было бы попроще, потому что сейчас зима и овощи стоят очень дорого. А там нужно купить 6 килограмм овощей. 6 килограммов еще и фруктов нужно купить. Они дорогие зима. Макарушки-то, правда, все время одинаково стоят. Никакой готовой еды, никаких лайфхаков. Я бы сейчас пошел, конечно, по 10 рублей каких-нибудь купил на рынке. Который, ну, не первый в свежести. Так. В общем, ничего бесплатного. Только обычные продукты. Ну, проверим. Доедаем. В общем, идем в магаз. Пятишка. Большие деньги, кстати. Так. Иду в ближайший, обычный, это магнит. Семейный магнит. Здесь мясо дешевое продается. Пойдем сюда. Дешевле, чем на рынке, в принципе. Без костей. Так. Сейчас средства защиты одену. О, что-то новенькое. И очень хочется, прям сразу хочется кофе попить. Вот он вон. Прям вот никогда не хотелось. Сейчас, когда денег ограничено, прям сразу захотелось кофе попить. И фруктов хочется. А у меня всего 5 килограмм. Самое сложное будет без фруктов, конечно. 5 килограмм на месяц. Так. Ладно. Пойдемте за мясом вначале. Я, в принципе, так-то и месяц на горохе могу прожить. Ну, не месяц, неделю точно могу прожить. Если деньги кончатся, неделя на горохе будет. Да. А что, горох дешевый. Белка там много. 4 рубля порция получается. За день 12 рублей. За месяц 360 рублей. Очень экономно. Так. Идем вот сюда. Там очередь просто сейчас. Пока возьму. 67 стоит десяток. Мне нужно 15 яиц. Здесь по 30. 30 стоит 100. Ого. 199. Как так? 67. А, да. Дешевле получается. А вот 15 есть. О. Прикольно. Не замечал, сколько стоит. 15 штук. Ценник. 99 рублей. Шикарно. Ровно для счета. Сотка. Так, сейчас проверю. Надо всегда проверять. Целые. Нет. Короче. Вот это вот. Это на месяц. Да. Ровно 15 штук. Получается 200 яиц на гос. Ну что, вот. Цены на мясо. 288 стоит лопатка. 300 рублей стоит окорок. Вон те, вон, куски лежат. Это все без костей. Фарш по 300. Это говяжий свиной. Вот вырезка 400 стоит. Очень классные кусочки. Мне что-то мяса не хочется сегодня. Я бы курочку поел. Я курочку давно не ел. Вот 400. Шейка, смотрите. Шейка 400. Это все без костей. Но готовые в этом месяце не придется покупать. Потому что готовые дороже все. О, какой рулет, смотрите. Прикольно. О, маринованные стейки уже по 400. Тоже ни разу не обращал внимания. О, вот такие бы сделать. Какие штуки. Давайте возьмем курицу сегодня. О. Со скидкой цыпленок табака. Смотрите. 199 за килограмм. Точно надо курочку взять. Так, курочка стоит. Цыпленок 143 рубля. Это за килограмм. Обычно 2 кило в таком вот цыпленке. Вот 2,200. Скажется, все больше. 2,100. Вот маленький какой-то. 25-е. Сегодня упакованный. Вот берем. Мясо птицы тоже надо есть. 100. Что это такое? 140. А, за килограмм 267 рублей всего. 267 рублей курица. Так, берем курицу. Мясо тогда завтра или там, когда курица кончится, куплю. Хочу тратить все деньги, потому что как-то страшновато. Сейчас, если потрачу сразу мясо, сразу все куплю. А вдруг не хватит. Поэтому надо все взвесить и по чуть-чуть закупаться. В общем, пишите в комментариях, как лучше потратить все деньги. Ну, по-любому что-то забудешь купить. А потом как без этого сидеть? Так, так, что я хотел? Надо овощей кихну взять, курочки. И крупы, крупы. Что, лис? Лис их давно не ел. Пойдемте, лис возьмем. Он дешевый. Что-то конфеты. А, конфеты, кстати, рассчитываются, насколько я знаю, по составу, по количеству сахара. То есть, если, например, в конфетах там сахара... Ну, то есть, конфеты считаются в прожиточном минимуме, как сахар, короче. Там считают вес по цене сахара. Да, кстати, чуть не забыл про сахар. Сахар-то тоже надо взять. Его точно за месяц уйдет больше, килограмм. Но я буду экономить. Печеньки, если делать, там всякие кексики, то больше килограмм. В общем, килограмм пока беру. 50 рублей стоит сахар. Да? Где вот сахар? 50 рублей. А, соль же надо взять. Или соль не брать. Так, у меня с прошлого раза соли осталось. Так, 5 рублей всего. Дешевая, кстати. 5 рублей. Давайте возьмем. Вон. 5,99. Очень дешево. Обычно 7. Есть. Одну возьмем. Немного. Так, лис. Лис. Лис, желтый ценник. Смотрю. Шикарно. 36 рублей всего. За 800 грамм. А вот и горох, кстати. 35 рублей. Так, горох сразу возьму. Горох я люблю. Неплохой. Да, прям шикарный горох. Смотрите. Ни разу не гнилой. Вообще кайф. И рис. И рис. Рис 36,89 стоит. Бокалейный стандарт называется. Обычный круглозерновой. 36 рублей. Самый дешевый. Вот. Чуть подороже есть. 119. Это тоже магнитовский. Это тоже магнитовский. А вот. А это что, для плова? А вот еще есть. 66. Рис. 179. Рис. 219. Жесть. А вот. 79. Дешевый какой-то. Красивый такой. Рис бурый. Здоровье. 120. Ну, жесть, конечно, цена на рис. Сотка. Сотка. В общем, я очень выгодно взял по 36. Знаете, как хочу приготовить? Я давно не готовил. Только чуть маслица. Хочу рис. И чтобы он вначале сварился, а потом выпаривается. И поджаривается. Снизу такая поджарочка. Корочка. Очень вкусно должно получиться. Вот так еще приготовить с курочкой. Просто бомба будет. Так. Ну, что? Нужно маслица взять. Растительного. Так, по мелочи сейчас наберется. А там просто, я знаю, как всегда по мелочи возьмешь. Сразу. Много получится. Идем за маслом, в общем. Рыбные консервы. Просто жесть, ребят. Цены на них взбесились. Там под Новый год я в шоке был. Меньше сотки вообще консервы нет. Просто кусок рыбы сотка. Представляете? Жесть. Так. Вот масло. Самое дешевое. 99. Был уже по 50 рублей. Вот 50 рублей. А это пол-литра. Так. Берем, значит, вот такое вот. В Ставрополье. Масло в Ставрополье. 69. 61. Вот. Пол-кило 69 сразу на месяц. С леча. С кетчупом даже макарошки можно. Вот такое возьмем. Макарошки можно даже поесть будет. Без ничего. Чесночина нужно обязательно. 90. 29. 99. 300 рублей за килограмм. Чесночина всегда выручает. С чесночком курочка. Это просто будет бомба. Так возьмем. Одну не получится взвесить. Так. Берем сразу две. 26 рублей. Что-то очень дорого. 26 рублей. Смотрите, реально. Два взял. Думал, один не получится взвесить. Но здесь вроде 88 грамм. 44 грамма. Значит, один все-таки потянет на весах. Меньше 40 грамм. Нельзя взвесить. Я думал, больше... Так. Чесночина. 13.20. Берем. Один 13.20 стоит. Самые дешевые фрукты. У меня 5 килограмм фруктов на месяц. Значит, можно прям смело взять самых дешевых яблок. По 83 рубля. Вот таких, например. Сейчас выберу. Какие. Такие. Бодрые какие-нибудь. О! По 82. Вообще шикарные. 82. А, вот семиленка. 79. Что-то покоцанные какие-то они. Вот эти очень вкусные. Так. По 79 или по 50. А вот по 49. Ну, это совсем... Это совсем маленькие. По 49. Килограмм. Берем. Да. Берем такие. Была не была. Полтора кило сразу. 77 рублей. Дешево. Хотя на рынке я бы мог по 10 найти какие-нибудь. Ладно. Наверное, уже набрал там на тысячи две. Так. Хлеб. Какой-нибудь дешевый брать или нет? Ладно. Если будет дешевый, сейчас сайку прям возьму. По 17 рублей. По 18. Летом они еще по 17 были. В прошлом году по 15. Сейчас интересно по чем. Сейчас самую дешевую сайку. Хотя я у Насти съел. 17 рублей. Леально. 17.99. Вот он. Вот такой вот хлебец. Гост написан. Моя цена. 17.99. Берем. Короче. Ходил я. Ходил. Думал брать мне печеньки какие-нибудь или нет. Потому что. Но все равно сахар, масло это все дорого. Если печь самому. Плюс еще на коммуналку много уйдет. Газ расходует. Вот. Нашел пряники. Вот такие. Полкило 47 рублей стоят. Очень дешево. Я ненавижу пряники. Но они сладкие. И нажористые. Вот самые дешевые пряники берем. На десерт. 47 рублей. Копейки. Ответственное. Нужно взять масло. Масло это просто пипец какое дорогое. 160. 170. За 200 грамм. Сотка. А вот сотка. А это за 100 грамм. Уже упаковку начали делать. Смотрите. 100 грамм. Сотка стоит. Жесть. Это вам не светофор. Это вам не светофор. Там можно конечно дешево. Но там не масло. Оно вообще не масло. Здесь что-то цены. 170. А вот 120. Магнитовская. Взять такое что ли? Ну масло же надо взять. Оно там точно как-то его включают в прожиточный минимум. А вот 70. Смотрите. Вообще 70. 74. Попробовать такое. Мягкое. Оно мягкое как маргарин. Смотрите. Оно прям мягкое. А оно прям продавливается. Странное масло. А вот такое тоже раньше масло называлось. Продукт сладко-сливочный с маслом. 49 рублей. Вот такой раньше назывался. Прям точно такая же упаковка. Только было написано не продукт, а масло сладко-сливочное. Вот один в один год назад. Теперь бы все-таки написали продукт сладко-сливочный. Но это тоже вот продукт. Он такой же мягкий. Ладно. Попробуем вот такое вот масло. Сколько оно стоило? Оно стоило 120 рублей. Самое дешевое масло. А вот есть 99. Смотрите. Мое крестьянское лето называется. Берем. О! Тут даже рама есть. Сплет. 99 рублей. У него в детстве вот эту вот раму мы ели. Нам с Германии присылали. А? Да, да. Да, покупайте. Такую вот гуманитарную помощь нам когда присылали. Там рама была только круглые упаковки. Такие вот прикольная штука. До сих пор есть. Так. Ну все. Я думаю на сегодня мне хватит продуктов. Точно хватит. Не хочу сразу все деньги тратить. Пойдемте на кассу. Надо будет все взвесить. Все. Ну взвесить. То есть обдумать. И хотя бы сейчас прицениться сколько потрачу. Пакет. Пакет. Пакет не нужен. А. Хотя я пакет не взял. Все таки нужен будет. Ладно. Возьму пакет потом. В общем прицениться надо будет. Сколько сейчас потрачу денег на этот закуп. И тогда уже будет понятно как дальше. Стратегию в общем надо сделать. Как ты овощи на месяц все равно не закупишься сразу. Они протухнут. Мясо тоже лучше свежее покупать. В цене оно в принципе не меняется. Поэтому сейчас первый закуп сделаю. Примерно приценюсь что к чему. И мясо сегодня вообще не взял. Только вот курицу. Рыбу еще надо будет подумать где дешевле брать. Уже штука ребят. Восемьсот. Девятьсот. Девятьсот получается с яйцами. Девятьсот рублей. Ничего не купил. Уже девятьсот рублей. Девятьсот. Девятьсот девятнадцать рублей аж. Наличка. Тоже без баллов покупаем. Сейчас бы еще баллы бы отоварить. У меня там баллов накопилось точно на месяц. На месяц вперед. Короче штука. Штука потрачена уже из пяти тысяч. Хотя я ни рыбы не брал. Ни мяса не брал. Девятьсот девятнадцать рублей. Сразу настроение как-то поубавилось. Первый день. Я в шоке. Девятьсот девятнадцать рублей. Пришлось пакет купить. Купил все-таки пакет. Ну согласитесь ребят. Кто из вас не покупал пакет? Не все же мы всегда с собой сумки берем. Правильно? В общем. Что я переживаю, что настроение поубавилось. Это эксперимент. Ну не получится прожить на минималку. Ну значит нереально это просто. В общем потратил тысячу рублей. Сейчас главное пообедаем. А что будет завтра, будет завтра. Так примерно будет, да? Так. Я вернулся домой. У меня здесь по традиции вот такой Батмен. Как всегда здесь будем записывать дни. Сколько прошло, сколько осталось. В общем самочувствие. И сколько продуктов я купил. Сейчас запишу. Крупы. Ну в общем. Крупы. Два килограмма. Мясо. Я купил два. Ну мясо. Курица не мясо. В общем будем записывать. Насколько хватило продуктов. Купил я купить чай. Потому что без чая жизнь не жизнь. Самый дешевый надо было купить. Хотя пишите в комментариях ребят. Нужно ли мне покупать чай. У меня осталось и так много. Но вообще нужно. В продуктовой корзине же он есть. Вот так примерно будет, да? Шикарно вырезал. Так. Магнитик раз. Магнитик два. О! Шикарные магнитики из Канады. Они мощные. Спасибо их ребятам из Канады. Кстати. За продукты. Вот. Готово. Пишем. Мрот. Блин. Страшное слово такое. Дизайнеры или нет. Так себе. По обложкам по моим видно, да? Что у меня там? Фрукты. Что я с фруктов начал? Фрукты. Сахар. Вот прям вот по продуктам что? Потом мне как всегда будете спрашивать сколько нам хватило. Сахар. Масло. 200 грамм. Да. 180 даже. Ура. 2 килограмма. Вроде все. Шикарное начало. Посмотрим что будет дальше. Так. Есть уже хочется. Чеснок прилив здесь. Так. Итак. Для начала берем курицу. Сегодня я разделывать ее целиком не буду. На обед мне хватит только филейки. Мы сейчас вырезаем филейку. Одну филейку. Не две. Настроение пока что хорошее. Я думаю одной филейки хватит, да? На сегодня. Это все обратно сейчас в холодильник. Ведерко у меня. О. Кстати. Ведерко для курицы. Специальное. Вот так. Если бы в Бургер Кинге запекали бы. Курочку подавали бы. Вообще шикарно было бы. Так. Это в холодильник. Просто храниться в таком ведерке очень удобно. Так. Берем чесночину. Одну штуку. Берем одну штуку. Вот чесночина. Она прям сразу вылетела одна. Так. С чесночком. Курочка. Сюда. Одну. Столовая ложка масла. Что еще? Посолить. Поперчить. Чуть-чуть. Делаю вот так вот еще пару надрезов. И туда прям чесночок вот этот вот размягший. Шикарно. В общем вот такая вот штука получается. Оставляем на 20 минут заготавливаться. Грудку. Еще перцы чуть-чуть. В общем оставляем. Нет у меня никаких специй приправ. Сейчас может у Насти возьму. Будет вернуть опять. Все нужно купить. Ничего нету. Вот паприка кстати завалялась. Копченой паприки. Прям чуть-чуть. Очень красиво будет. Пахнет уже очень вкусно. Чесночком курочка. Все оставляем на 20 минут. Прошло 20 минут. Теперь берем риса на одну порцию. Уже промыл его хорошенько. Готовить сегодня будем в специальной посуде. Называется МИКО. Это для микроволновой печи посуда. Готовит она сама в принципе. Я уже в инстаграм показывал. Картошечка в ней получилась просто бомба. Помните? Обещал рассказать. Но картошку я забыл сегодня купить. Завтра сделаем тогда картошку. А сегодня воспользуемся вот этим противнем. И будем пробовать делать рисовые поджаренные лепешки здесь. Итак. Берем эту штуку. Высыпаю риса сюда. Чтобы в один слой было. Это экспериментальный рецепт. Так. Готово. Теперь сюда буквально каплю масла. Капельку. Многовато. Ну вот так вот. Чуть-чуть. Ложечка в общем. Посолить. Обязательно. И воды налить. Налить воды. Воды наливаю сюда. Чтобы рис полностью был закрыт. Вот так вот. Вообще-то здесь яичницы и котлетки очень удобно готовить. Все. Накрываю крышкой. Это в микроволновку. А тем временем сейчас еще курочкой займемся. Вот он гриль Мику специально для микроволновой печи. Благодаря технологии Heat Wave специальный сплав, который здесь используется, нагревается за 2 минуты до 200 градусов. То есть он преобразует микроволновые волны в инфракрасные. Благодаря этому блюдо готовится очень быстро. В нем сохраняется вся влага и польза продуктов и конечно же весь вкус. У Мику есть разные виды посуды. Вот контейнер, который я вам показал 2 в 1. В этом гриле можно готовить стейки, обжаривать сэндвичи, запекать овощи. Картошечку я готовил. Просто бомба получилась. Готовится очень все просто. Лишняя посуда не используется. В общем, после приготовления практически ничего мыть, убирать не нужно. И занимает мало места. Что мы делаем? Берем гриль. Выкладываем сюда замаринованную курочку. Сюда жмякаем стейк. Пахнет очень вкусно. Будучий стейк. Накрываем это все. Здесь есть специальные зажимы. Фиксируем. И отправляем в микроволновку. Сейчас уже котлетки лесовые будут готовы. Это в микроволновку. Готовить, в принципе, можно и одновременно. Зависит, в общем, от мощности микроволновки. Чем мощнее, тем больше и быстрее она приготовит. Резиновые ручки есть удобно. Но осторожно. Все равно горячее. Это отправляем сюда. Ждем минут 8. Итак, достаем наш стейк. Аккуратно. Там еще, может быть, сачок. О том, что получилось. Пахнет просто волшебно. Сейчас вначале давайте котлетки выложим. Ну, не котлетки, а рис. Рис, который в форме котлеток. Очень красиво должно получиться. Итак. Рис вначале отварился, а потом чуть поджарился. И получились вот такие вот лепешечки. Можно было еще больше поджарить. Вот так. Вот это гарнир. И стейк. Вкуснотища. Курочка. Сочная курочка, ребят. Какая вкуснотища. Смотрите. Так. Итак, вот такой вот сегодня будет обед. Приятного аппетита. Стейк из курочки с рисом на гарнир. Одно яблоко. Яблоки мелкие. На десерт будет прянчик вот такой. И хлеб еще отрежу. Можно, в принципе, без хлеба есть. Но мне нужно будет за месяц съесть сколько? 5 килограмм хлеба. Поэтому надо хлеб есть. Приятного аппетита. Вот такой вот хлебушек. Очень мягкий, вкусно пахнет. Как он? Пеклеванный называется. Хлебушек общий кайф. Корочка. Можно чесночком, кстати, смазать. Но чеснок надо экономить тоже. Сейчас яйцо Насте одно верну. Так. Яйцо я вернул. Все. Обедаю. Какая же все-таки вкуснотища. Я еще сачком от курицы полил. Там сачка чуть было. Я прям на лист так полил. В общем, идеальная посуда для приготовления в микроволновке. Особенно котлеток и всяких вот таких вот штук. Ничего лепить даже не надо. Сразу просто в формочку запихиваете. Получаются готовые котлетки. Приобрести такую посуду можно на сайте mikurusha.ru. При покупке двух скидка сразу 10%. А по промокоду СЕЛЕГА дополнительная скидка 30%. В общем, переходите по ссылке. Я оставлю в описании. Смотрите, выбирайте. Можно в качестве подарка даже. Очень удобные. Тут ручки. Ручки из резины. Так что не обжигает. Подставки, ножки. В общем, идеально. Вкуснотища получается. Давайте есть. Так, вот такой обед. Пробую гарнир. Рисовые котлетки. Ммм. 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 Надо бы скороварку у папы взять. Тогда. Кости можно будет съесть, они разварятся. Хотя. Зачем есть кости? У меня же еще деньги есть. Просто в мразилку отправлю их на черный день. В общем, рано еще делать выводы какие-то. Пока что все нормально. Вот только. Надо посчитать. 5 килограмм фруктов на 30 дней. Это. Серьезно, что ли? По 300 грамм? По 200 грамм за. По 200 грамм за день. Надо из яблоко взвесить. Нет, подождите. Ребят, посчитайте в комментариях, пожалуйста. Что-то мне не верится. Неужели? Я что-то привык. Побольше как-то есть. Реально по 200 грамм за день все получилось. 100 граммов. Фух. Два яблока в день. Нормально уже. Таких маленьких. Хлеб опять забыл. Пишите, кстати, в комментариях, что лучше покупать. Потому что я точно разгромовки нигде не нашел. Я еще раз говорю. Это как будто бы какая-то тайна. Как они подсчитывали. То есть они же подсчитывали до рубля. Правильно? До копеек. Но как они этот подсчет делали? Никто не знает. То есть какие продукты, по какой цене они считали. Чтобы точно было. А у них молочные продукты. Мясные продукты. Там даже кожа галантерея какая-то подсчитана. Шапки и прочее. Сколько пальто носить. Ну, старые же данные. С СССР еще остались. Там пальто одно. Там обувь. Три пары обуви на шесть лет. Так. Короче, ничего не понятно. Блин, ребят. А я же не посчитал. Надо было посчитать сколько курицы в день можно. Сколько мяса в день съедать. Только одна грудка весит. А то я сейчас прям наел одну грудку сразу. Ладно. Надо будет потом посчитать. Опять я забыл съесть хлеб. В общем, хлеб как хлеб. Сейчас может его маслом намазать. Масла у меня... С другой стороны масла у меня мало. Вторую пачку куплю или не куплю. Ладно. Давайте помажем. О, что-то здесь стали клеить. Что-то на масло вообще не похоже. Оно полежало в тепле. Смотрите. Я помню раньше масло было. Вот это было масло. Оно когда лежит дня три, оно начинает горько становиться. Слушайте, мне еще сыр надо купить. Мне точно не хватит этих денег. Ладно. В общем, буду питаться скромно, экономно. И посмотрим на сколько хватит этих денег. Чуть-чуть маслицем смажем. Вот так. Бутербродик. А то у меня без первого сегодня. Ммм. Ммм. Какая гадость. Ммм. Ребят, сто пудов это не масло. Сто пудов не масло. Называется лето. Мое любимое лето. Ну что оно такое? Хотя может и масло, но... Оно прям тает, смотрите. Прикольно. Прям все, оно прям растекается. Даже из шетофора масло не растекается. Но там стабилизаторы. На вкус как масло. Ладно. Отправлю в морозилку его, пока оно... Сейчас поедим, пойду покажу вам горку, которую я во дворе сделал. У меня мечта была... Горку сделать. А в дворе обычно постоянно ломают там снеговиков, любые горки, все ломают. Теперь я живу в частном доме. Горка есть. Могу я дать бутербродик, может даже к лучшему. Оставлю либо на завтрак его, уже намазано еще, либо на обед. Сейчас пряничек сладкий я вам покажу, как выглядит. В общем, вот такой пряничек небольшой. Мягкий. Клазури тут нет ничего. Ну, в общем, только самый маленький пряничек, переработанный хлеб с сахаром. Вот такой вот. Ну, мне говорили, что их делают из переработанного хлеба. Вроде ничего, сладкий. Ненавижу пряники. Это неприлично было, я неприлично объелся. Пряник меня добил просто, просто добил. У меня там какой-то переключатель срабатывает, я могу съесть все, что в обычной жизни не ем. Только выживание как-то начинается. Все, каши, крупы, пряники, неважно. Все могу съесть. Обычно я вообще мало ем. Ну, тут как будто как-то жор включается. Так, яблочко. Перекус срегичек. Яблочко. Половинку, половинку яблочко. Наполдник, это тоже наполдник. Я объелся. Половинка, толстая собака. Ну-ка. Так, снимаешь? Да? Пошли. Вот горка начинается. Берем. Ой, после обеда прям самое то. А лапа две. И раз, и два. У-ууу. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Залазим сюда. Короче, тут дом. Ну, тут вот так, потолок пока здесь. Вот, шикарно. Тут еще один выход. Тут еще один выход. Вылазим. Хватаем ледянку. Идем сюда. Поднимаемся на стену. Садимся здесь и с лалом туда уже у-у-у короче ребят короче вот такая вот штуковина шикарно вообще видел, Настя, как я туда проехал Очень круто, очень круто было Вот, так что, ребят, не ленитесь Берете лопаты Пока снег, делайте такие штуки Надеюсь, у вас во дворе никто не сломает В общем Делайте такие штуки для мелких Вообще кайф И ссылки присылайте, кстати, в инстаграм Или на ютуб тоже снимайте Отмечайте мне Да, я все их потом в комментарии оставлю Пусть все смотрят тоже Да, какие вы горки сделали Вообще, еще разок Лопище Садимся Прям в домик Обратно И туда Теперь сюда И туда Погнали Шикарно Шикарно, просто шикарно, ребят, погода Побежала Просто кайф Делайте горки Так, ну что, ребят, время полдника Доем сейчас свой вот этот вот яблок и кусок с маслом хлеба Ты уже похож на выживание Настя все меня весь день ходит, критикует, говорит, типа она Не надо было покупать самые дешевые За пряники меня сейчас так вообще тут отругало Страшно За пряники мне купило Что ты купил самое говно Я говорю, если бы я продукты не самые дешевые купил, то есть не самые дешевые, а более-менее какие-нибудь там, не самые дешевые Я говорю, мне на неделю бы тогда хватило еды Я бы не хватило бы Я думаю, мне даже так не хватит на месяц Я и так самое дешевое масло взял Если бы я взял бы за 200 рублей масло Обычный хлеб за 17 рублей Че он вкусный, приклеванный хлеб Че с ним не так Хороший хлеб Яблоко Едем сейчас к моей сестре Сегодня 25 января, Татьянин день Нас позвали в гости Я не специально так Я не знал, что сегодня будет Татьянин день Там мама, наверное, будет пирогами опять угощать Ну, че мне опять делать? Тортик Тортик Че мне вкусный? Это же не катастрофа, что? Че там кусочек Я тоже думаю, можно Можно, конечно Так, ребят, наверное, для многих сейчас сложно понять вообще, что такое умрот, что такое прожиточный минимум И это вообще разные Это, в принципе, одно и то же Только это к зарплате относится А это с другой стороны как бы заход С того, что человеку нужно покупать Там от медианной зарплаты рассчитано Но это, в принципе, ребят, одно и то же То есть мрот, он для всей России Минимальный размер оплаты 12-300 А прожиточный минимум уже в зависимости от региона Сколько стоят продукты и услуги в каждом регионе Поэтому здесь нужно Это, в принципе, одно и то же Но это параллельные вещи То есть у нас прожиточный минимум 10-200 И продуктовая корзина из него Это 5000 И все остальное То есть коммуналка Проезд, услуги и все остальное тоже примерно 5000 Лично мое мнение, что, конечно, что там 10 тысяч никак не может быть Потому что одна коммуналка, сами знаете, сколько А еще то, то, то И одеваться надо еще как-то Так, все, мама звонит уже Едем к маме Да, мам? Ну, в общем, мы у мамы Вот, мам, привет, скажи всем Привет Привет, привет Здесь огромный стол, как всегда Ну, такой огромный Ничего тут огромного нет Скромное чаепитие Чай мне уже налили Скромное чаепитие в честь Татьяниного дня Да, вот она, сама именинница присутствует Вся семья в сборе здесь Нет, не вся Андрюшка не заскочил Такие дела Опять меня заставляют есть, мама У меня новый эксперимент опять Ты не ешь? Тебя никто не заставляет Ты нашел, когда эксперименты начинать Я думал, вы меня заставлять начнете опять ешь У меня просто первый день Я еще как бы не... Нет, день Татьяны Еще нет такого, знаете, как На 15-й день, на 20-й всегда хотелось что-то у тебя съесть А я еще наеду Первый день, мама Ну, в общем, Татьяны В общем, чай сейчас попью Вот этот вот С лимоном Лимон, кстати, надо купить Лимон Про лимон-то я забыл А ты уже закупил, да? Нет, я живу на прожиточном минимуме Ну, я слышала об этом Как бандоленко А ты вычел там за квартиру Ну, вот как я и говорю Прожиточный минимум Это примерно 50% услуги, коммуналка и прочее И 50% это продуктовая корзина Вот у меня 5000 туда Ну, в общем, приятного аппетита Всем приятного аппетита Всем приятного аппетита За вас Чаем побалуюсь Кстати, вот Ну, сейчас будем резать Тут вишка Сейчас порежем Итак, мы уже вернулись из гостей домой День первый заканчивается Осталось только отужинать Я уже поставил вариться Здесь горохом Долго вариться Горохом поставил вариться Я же ничего не купил Кроме гороха и риса Опять курица Я даже лук не купил Картошки не купил Хотел супец Сейчас ходит смотреть Нет ничего у меня Завтра пойду тогда закупаться Что готовим? Берем Обдираем курочку Крылышки Голени Все это на сковородку Это сейчас обжарится И на этой зажарке Получится вкусная Гороховая пюрешка еще Только вот лучок Надо у Настя одолжить В общем, два крылышка Две бедрышки Закидываем прямо на сковородку Это походу лука у нас А вот есть последний лучок Как раз завтра отдам Ничего не купил Ни лука не купил Ни морковки Хотел плов сделать В общем, непродуманная Такая ситуация спонтанная Берем Вот такой небольшой лучок Будет скромный ужин Как раз по бюджету Кромсаем Мелко Итак, возвращаемся к плите Что дальше готовим? Курочка обжарилась со всех сторон Прошло минут 10 То есть она такая подрумяненная стала Перекладываем Обратно в эту форму У нас универсальный солдат Сегодня эта формочка будет Короче Перекладываем Обратно В эту же формочку Шикарно Теперь Где жирок остался У нас же самое вкусное здесь Закидываем лучка Обжариваем лучок Прям чуть-чуть Пока он прозрачный не станет Можно маслица чуть добавить Так, что теперь делаем? Пока лучок обжаривается Полстакана теплой воды Сюда добавляем кетчупа Кетчупа прям побольше Чтобы заправка хорошая получилась Можно томатную пасту Замешиваем Делаем замес У меня, конечно же Я сегодня тоже не купил Никаких специй и приправ Но у меня в загашнике есть В общем, пишите в комментариях, ребят Что мне обязательно нужно купить Здесь смесь Всякие чесночки Ну, в общем Чесночки Что только здесь нет Это какая-то домашняя моя заготовка Из-за того, что осталось В общем В общем, жмякаем сюда Главное, чтобы чеснок был Так В общем, берите всякие травы И зеленушка Зеленушки можно сюда Здесь укроп в основном И немножко петрушки Тоже домашняя заготовка С лета Росло в воде Я это все пожамкал Вот так вот И сюда засушил Чтоб не пропадало Теперь это мы все Замешиваем Что-то как-то Не густо получилось Не сильно густо Ну, кетчупа жалко Можно кетчупа побольше Короче Забодяживаем все Всю курочку Аккуратно И отправляем Ну, можно было бы в духовку Но у меня для микроволновки Минут на 10 В общем, в микроволновке Даже Получится быстрее Батейка уже почувствовал Курицу жареную Ходит, выпрашивает В общем, в духовку Отправляйте Все зависит от того Как приготовлены курицы Ну, в общем, минут 15-20 Лучок тем временем Уже поджарился Сейчас еще чуть-чуть Чтобы он прозрачно был И смешаем его С гороховой кашей Тут у меня практически Каша получилась Чуть подгорела Не без этого Я пока посылку Открывал У меня каша Вон, смотрите Как подгорела Ну, другой у меня нет Заливаем Прямо вот так вот На самый маленький огонь Или же вообще Можно выключить Супер вкусный рецепт Гороховой каши Накрываем крышкой Ну, и минут на 5 Просто, чтобы настоялось Оставляем это здесь Все Практически все готово Ждем И будем ужинать Кто сегодня будет на ужин Пюрешка Гороховая Пюрешечка шикарная получилась Сейчас я еще перемешаю Отлично Пюреху сразу все сюда Шикарно Как пахнет Все вкусно Объедение Так, смотрите Какая получилась вкуснотища Открываем Смотрим Еще чуть-чуть Кунжутом белым Сверху украсим Пусть еще настаивается Пока Так Еще чай на ужин Надо не забыть Тоже чай завтра купить Пряничек У меня местные, кстати Один пряничек Вытащили уже Все 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 Дальше И лучка И лучка сейчас еще Нарежу Лучка И лучка Сейчас еще к пюрешке Накромцаем Сейчас бы еще Что-то мне знаете, ребят Сало захотелось Прям просто не могу У меня в холодильнике В холодильнике лежит сало Кусок Сам солил Что-то так захотелось Сейчас с лучком сало Так Кусочек хлеба И огурчиков солен А, у меня Андрей ел Огурчики соленые У мамы Сало Точно А я отказался Ну что Еще раз Приятного аппетита, ребят Всем вам Лучок свежий Для аппетита Курочка Снутища какая Сюда я Ну просто Чтобы удобно было есть Хлебушек Пирожка Так Попробую пирог Вначале Горячее Горячее Очень сейчас надо Подождем Пока чуть остынет Так Какие планы на завтра Завтра Нужно закупиться Всем Сегодня Я очень мало купил Муки надо Самое главное взять Без муки Вообще никак Морковки Лука Картошки Лимон Чай Сейчас Это самое срочное Что нужно сегодня Мясо Надо взять В общем Завтра Пойдем За закупкой Сейчас Что Долго Получается Горячее И чавкаю Запускать Запускает ли прямые эфиры Пишите Ножка Ножка Крылышко Ножка Крылышко Это небольшой Отчет На завтра Остается Здесь Сейчас еще Соус Пожмякаю Вот так Вот В этом соусе И чай попью И тогда До завтра Все На этом день Заканчивается Спасибо за внимание Сейчас Чай 500 штучек Я сейчас съем И все В принципе Нормально Все началось Все Даже как Неприлично Что я вкусно поел Забыл Совсем забыл У нас еще Все Я засыпаю Я сейчас прям Как-то объелся И сразу Спать так захотелось Забыл еще взвеситься Ладно Завтра утром взвесимся Похудею Не похудею Ох Все ребят Всем спасибо Всем спасибо За внимание Еще раз Спасибо за еду Увидимся завтра Пойду Что-нибудь сейчас Одну каточку И На боковую Все Пока Настя идет Сейчас съест Что-нибудь Надо спрятать Субтитры